Хола! Хочешь себе ручного Ктуна или не Фариан? Или же вот такие крутые штуки? Тогда самое время принять участие в конкурсе на лоу-кост или по-другому бюджетный косплей персонажа, существа или даже объекта из классического World of Warcraft. Делайте косплей, загружаете его фотку в комменты на сайте и ждете оглашения результатов. Все подробности по ссылке в описании. Ишну Алла, друзья! На одном из стримов я сказал, что чувствую себя пророком Веленом, потому что строю теории, заглядывая в будущее и предполагаю, могут ли сказанные события произойти или нет. Почти так же происходит и в жизни Велена, Верховного Экзарха Дринеев. Велену приходится постоянно анализировать временные линии и находить истинные пути, чтобы предвидеть опасность и предупредить окружающих о ней. Я показал тебе это с тем, чтобы ты понял, что ждет нас в случае поражения. Да, катаклизм был ужасной катастрофой. Да, Смертокрыл действительно очень опасен. Но наша война неизмеримо важнее. Мы стараемся защитить не один мир, но все те, что еще остались. А что такое путь? Война в каком-то далеком мире? Ты же нужен здесь. Ты нужен сейчас. Поэтому ты не предупредил никого о катаклизме. Это просто было недостойно твоего внимания? Мы для тебя что, букашки? Или может вообще бездушные пешки? Лично я даже сравнил Велена с капитаном Марвел, потому что он подобно ей следит не только за жизнью на Азероте, но и за другими расами, планетами и временными линиями, говоря про то, что Азерот не самое важное место во Вселенной. И есть множество других планет и рас, требующих защиты. Поэтому я и странствую по тропам будущего. Легион и древние боги прожигают дыры в ткани будущего. Но если я смогу увидеть их и подготовить смертных, мы, возможно, еще сумеем избежать катастрофы. Представьте только, как было бы круто, если бы Близзы не опускали потенциал Дринеев на самотек. А ведь за Дринеями сейчас вся Армия Света и огроменный космический флот во главе с сильнейшими экзархами Озаренных Дринеев. Я уверен, что многие из вас уже писали про то, что стоит Велена только щелкнуть пальцами, и тот же Аргримар взлетит на воздух от выстрела из Виндикара. Но Игромех не дает этого сделать, иначе бы не было битвы за Азерот как таковой. Армия Света, в частности Озаренные Дринеи, тысячи лет противостояли Пылающему Легиону. Но в игре это раскрыли достаточно скудно, показав нам лишь какие-то ошметки былого величия. А ведь ключевая единица Армии Света – это Наару. Но не будем торопить события и оставим самое вкусное под конец. Велен действительно видит много временных линий и старается помочь нам. Помните события альтернативного Дренора? Думаете, тот альтернативный Велен пожертвовал собой из необходимости? Потому что не было другого выхода? Я думаю, вряд ли. Выход был. Но Велен видел будущее Ирель, сделал ее верховным экзархом, знал, что Дренор заселят Наару, и Ирель поспособствует победе в величайшей битве в истории. Пророк, как и Анахронас, бронзовый дракон из цепочки квестов на Макхаров, видел единственную верную временную линию из 14 миллионов 645 вариантов развития будущего, в которой смертные из другого мира попали в пораженный светом Дренор. Этот Дренор и должен был стать таким, и я на все 100% уверен, что все те орки и Дренеи Света, которые сейчас осели на альтернативном Дреноре, будут помогать нам в финальной битве за Азерот. Настало время поговорить о самом вкусном, что же касается финала World of Warcraft и самого финального сражения. Вместо принца перед Веленом стоял воин, закованный в полный латный доспех. Речь идет о Бандуине, от которого исходило сияние самого света. Воин стоял на краю обрыва и держал в вытянутой руке меч, указывая им куда-то вдаль. Был ли это Азерот или какой-то иной мир, Велен наверняка сказать не мог. И внезапно небо потемнело. Перед глазами Велена предстала огромная армия, собравшаяся под одно знамя. Все расы Азерота. Эльфы-крови, орки, тролли, таурены, проклятая нежить и хитроумные гоблины, оседлавшие небесных скакунов всех видов и мастей, медленно продвигались вперед. От их доспехов и магического оружия исходило столь яркое сияние, что Велену на миг стало больно глазам. Рядом с легионами Орды Велен увидел войско ночных эльфов, людей, дворфов и гномов, потомков древних основателей Альянса. Тут же были и оборотни Воргены. В их рядах были и его собратья Дреней, выделявшиеся среди остальных своими дивными доспехами и хрустальными палицами и мечами. Но Альянсы Орда были на поле не одни. В небе повсюду носились драконы, от их непрерывного движения и обилия цветов у пророка рябило в глазах. Драконы заполнили почти весь небосвод. Когда же они все разом грозно зарычали, содрогнулась не только земля у Велена под ногами, но и весь мир. Но по-настоящему Велена шокировало то, что он увидел потом. На поле появились Наару. И было их так много, что Велен никак не мог взять в толк, как мироздание могло их вместить. Могущество этих созданий света наполнило сердце Велена надеждой и прогнало печальные воспоминания о долгих веках одиночества. Велен поразился, как он вообще мог впустить в свой разум отчаяние, как мог допустить мысль о том, что тьма, какой бы ужасной она ни была, способна одержать верх над светом. А затем на мир опустилась тень. Она была громадной и пустой. Она поглощала весь свет вокруг себя. Велен знал, что она будет пожирать все до тех пор, пока не останется ничего, кроме нее. И тогда она поглотит саму себя и останется одна в великой запредельной тьме, где уже не будет привычной вселенной и ничего уже не будет иметь никакого значения. Это было ужасное зрелище. Еще ужаснее было понимание происходящего. И все же армия света направилась прямо навстречу этому всепожирающему мраку. Свет начал меркнуть. Как вы поняли, в будущем Андуин будет играть, пожалуй, самую важную роль во всем Варкрафте. Также не зря заходят разговоры о драконних островах и о том, что в будущем мы объединимся со всеми драконами. Это объединение сил могло бы произойти уже сейчас, но если оно произойдет, то тогда World of Warcraft подойдет к концу. А этого бы не очень хотелось. Именно об этой битве в комиксе про сына Волка и шла речь. Тут на виду Андуину лет 70, а сейчас ему всего 20. Так что те, кто спрашивает, а сколько еще проживет World of Warcraft, знайте, пока не состарится Андуин, World of Warcraft будет жить. Друзья, где бы мы с вами не сражались, против кого бы мы не бились, какая бы кошка между Ордой и Альянсом не пробежала, перед лицом общей опасности мы все едины. Да, нас пытаются поссорить, растянув этим контент, создать конфликты на пустом месте. Но в итоге мы все равно объединимся всеми силами мироздания для того, чтобы противостоять общему врагу. Тьме. К этому, как вы видите, и подводит текущий сюжет. И предсказания Велена весьма вероятно являются каноничным для Близзард завершением истории World of Warcraft. Для вас был рад стараться, лунный монах, и я благодарен вам за просмотр. Буду втройне благодарен, если вы подпишетесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, ведь они выйдут уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова